Филиппийцам послание святого апостола Павла, 2 глава, 8 стих. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Снова говорит, смирил себя, дабы не подумали, что он снизошел недобровольно. Но Ариане говорят, вот о нем сказано послушным. Так что же, неразумные, мы друзьям своим повинуемся. И это нисколько не уменьшает нашего достоинства. Как сын, он добровольно повиновался отцу, показывая и этим свое сродство с ним. Потому что долг истинного сына – почитать отца. Обратите внимание на усиление выражения. Не только сделался рогом, но принял смерть и еще более того, позорную, то есть крестную смерть, проклятую, назначенную беззаконником. 2.12 надо было начинать. 2.11 прошли уже. И писем 2.12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего, «Со страхом и крепитом совершайте свое спасение». Толкование. Увещание должно соединяться с похвалой, ибо через это они делаются более удобно приемлемыми. Поэтому и Павел превозносит филиппийцев, называя их возлюбленными, и говорит, как вы всегда были послушны. Как бы говоря этим следующее. «Я показал вам, что Сын Божий был послушен. Итак, подражайте ему и себе самим». «Потому что тогда могло бы показаться, что вы все делаете из почтения ко мне. Если же и теперь покажете усердие и добродетели, то явно что и тогда вы были таковы не для меня, а для Бога. Не ради себя, говорит, я увещеваю вас, но ради того, чтобы вы совершали, что относится к вашему спасению со страхом, и при том напряженным и с трепетом, потому что без страха ничего хорошего не совершается, ни в науках словесных, ни в искусствах механических. Так же может родиться такой совершенный страх. Если мы будем думать, что Бог присутствует всюду, все слышит и все видит, не только что делается, но и что находится в мыслях. «Служите, говорит Пророку, Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Псалом 2.11. Радуй же с трепетом бывает тогда, когда кто-либо делая хорошее дело, и при том с трепетом имеет чистую совесть, сказал «совершайте, а не просто делайте», то есть с великим старанием и заботой. «Вопросы?» Ну вот на что хочется обратить внимание, что многие протестанты задают вопрос, а ты спасенный? Мы отвечаем «спасены в надежде, но какие-то вы маловерные». Вот я спасенный, я верю в это. А как же тогда вот этот стих «со страхом и трепетом совершайте свое спасение» то есть спасение оно не окончено, его нужно совершать, то есть он не просто совершать, но с великим тщанием, страхом и трепетом. То есть этот стих «они вычеркнули, выбросили и отчетли почему-то». Далее говорите, что многие потерпели как бы крушение в вере, уже будучи верующим, потерпели как бы крушение в вере, а без веры горить другу невозможно, поэтому надежда на спасение неверующего человека в них никакой. А так утверждать, что мы спасены, и окончательный бесповорот на это дух обольщения, что они не просто сектанты говорят, что я спасен, они места Писания приводят, вот в чем дело. Просто они неправильно толкуют их, неправильно понимают, потому что они не все в контексте Библии рассматривают. Они, допустим, есть место Писания, всякий, кто призовет имя Господня, спасется, и они часто это место употребляют, вот в чем дело. Поэтому, в принципе, тут не просто так это сказать, что они не правы. Нужно доказывать. И теперь это те риски, которые как раз сейчас ты привел. Да, что значит слово «всякий», что призовет имя «спасется»? Как нам располковать? Чтобы мы поняли, что ни к ним это относится, ни к каждому. Там впереди вещь идет об избрании язычников. Иудеи считают, что спасаться могут только народ Божий избранный, а язычников не принимали. А то, что Писания убеждает, что «всякий», кто призовет имя «спасется», то есть «всякий» это не только иудеи, но и елины. Вот и все. А не то, что «всякий сестра», «всякий», «всякий», «всякий». «Сам Господь не всякий», называющий меня Господом, «войдет в Сарство Небесное». И моим именем, скажем, целых бесов изгоняем. А я сказал, «зойдите от меня, не зная вас, делайте ли беззаконно». Вот. В одном месте говорится «всякий», а Господь говорит «не всякий». Поэтому, конечно, очень важно знать смысл каждого любительского отрывка и слова. Филипписам 2.13 «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Толкование. «Сказав со страхом и трепетом, апостол теперь говорит, вы не смущайтесь этим, я сказал это не за тем, чтобы ты отступил от добра, но чтобы был внимательнее, потому что если ты будешь усерден, Бог все в тебе будет совершать. Ибо Он сам дает нам и расположение к добру, и самое доброделание доводит до конца. Бог производит в нас потение, то есть содействует нам желание добра и укрепляет нашу добрую руку и вместе возбуждает ее рвение. Или иначе, так как Он сам завершает дело, а мы, люди, направляем свое желание к тому, что видим уже совершившимся. Почему апостол говорит, что из самого хотения производится Богом? Например, ты чего-нибудь пожелал. Ты точно же начал это делать, если же последовало завершение дела, тебе рождается еще большее желание делать то же дело. Если же нет, то воля твоя становится слабее. Итак, если от Бога зависит окончание дела, и оно возбуждает и наше желание, то совершенно справедливо просто Он говорит, что и самое желание зависит от Бога. или же Павел говорит из чувства великой благодарности, что самое желание производит в нас Бог, подобно тому, как и добродетель Он называет даром, не отрицая свободу выбора, но желая, чтобы мы всегда были благодарны и все относили к Богу. Заметь выражение во вас, то есть, которые содеваетесь со страхом и трепетом. Потому что в таких только людях Бог совершает все. Даря, по своему благоволению. То есть, чтобы исполнилось на вас благоволение и Его благая воля, именно чтобы мы жили так, как Он сам хочет. Итак, будьте уверены, Бог всячески будет помогать вам жить право, если не ради чего другого, но ради того, что это Ему благоугодно. Вопросы? Вы знаете, Тихо, желаете что-то? Да, желаю. Дело в общем, вот такие-то люди так-то, кто призовет имя Господня, спасется. Все слова-то правильные. Но дело в том, что есть определение тем людям, которые это говорят. Это люди не церковные. Это есть секта. Секта — это не дворкинская секта. Это отсечение себя от церкви. Это узо взгляда на истину. Секта — это узо взгляда. Он взял один стих. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Все! Нищие духом. А нищий он духом или нет? Этот самый опытный даже не может себя проверить сразу, нищий или нет. Иногда из тебя такое выпрет, что ахнешь. Да где это было-то? Я никогда даже этого не думал, что во мне есть. И он берет один стих, в котором не сказано ни о добродетели, ни о милостыне, ни о жертвенности, ни о миролюбии, ни о чем. Блаженны нищие духом. Но это маленькие частички. Это напоминает, когда слепых собрали, чтобы показать слона. И как они отвечали? Узость. Один ноги ощупал. Слон — это столбы. Столбы. Ему поверили. В самом деле — столбы. Один взялся за хвост и говорит, э-э-э, слон — это метелка. Метелка. А который за хобот ухватил его, пощупал, говорит, да это как пожарный шланг. А другой пузо ему ощупало, говорит, это огромная бочка. И каждый прав. А как-то всё надо в совокупности брать. Поэтому, когда считаешь толкование святых отцов, это такая глубина. Берут из Ветхого Завета, там Блаженный Феодорит Кирский толкует Ветхий Завет. Сегодняшние эти сектанские толкователи — это просто малявка комаринная где-то там в болоте. Ничего нет. Егова. Всё. Егова, Егова, Егова. Он больше не может сказать. Одно слово выделил. Да мы знаем о Егова. В нашей Библии синодального перевода восемь раз говорится. Другой узнал суббота. Всё, субботники. Суббота, суббота, суббота. Другой сказал о духовной радости. Духовные христиане. Духовное — это молокание. Не надо крещение, это надо понимать духовно. А причастие — это духовно. Поэтому быть избранным Богом — мы должны понимать это быть православным. Это не просто так. Я взял Библию, я считаю, и ты считаешь её. А я ни с кем не хочу, ни в какой системе. Я отдельно. Мне Бог так открыл. Давай на этом остановимся. Давай. Ты говоришь, тебе это Бог открыл, что церковь не нужна, причастие не нужно. Сказал — да. И тебе Бог открыл — да. Подпишись. Заметь, я вот сколько беседовал — подпишись, что мне это открыл Бог, Егова. Ни один не подписывается. Я говорю, почему не подписывается? А зачем? Ну, я тебе говорю сейчас, что церковь православная понимает не так. Святые отцы истолковали не так. Я подписываюсь, как понимают. А ты почему под своим не понимаешь, не подписываешься? Так говорит Господь Бог. Ты не можешь сказать? Церковь православная может сказать. Это в совокупности всё. Всё в Писании. И поэтому так внимательно святые отцы смотрели. Оставил пророков, апостолов, учителей в-третьих. У них нет учителей. А просто ему кажется так. Ну, если ты распишешься, это именно так. А Бог не изменен вчера, сегодня. То есть церкви не нужно. Ты называешь церковь — система. Система — дел с властью связаны. Вот система-то в чём? Я говорю, тогда вывод-то один. Если... А ты понимаешь абсолютно не так, как понимали святые отцы, как понимает православная церковь по святым отцам, и понимает две тысячи лет, то две тысячи лет так не понимал Бог. А это прямо противоположно тому, что понимаем мы. Значит, Бога не было. И слов Его, что Он во все дни до скончания века, не было. И Евангелие — обман. Ты понимаешь, куда богохульство твое ведёт-то? А я хочу так. Вот это другой вопрос. Франзотворник говорит. Но когда ты умрёшь, и тебя демоны в ад потащат, хочешь, не хочешь, а пойдёшь. Он о посте тут говорит. И поэтому именно о этом месте и нужно заострить внимание. Смотри внимательно. О чём он пишет-то? «Повинуйтесь со страхом и стрепетом». Вот мы сегодня с Сергеем Павловичем, вот ведущим здесь, по моей просьбе, съездили Потеряевку. Отвезли купленные кухонные там, как их называют. Там и «Конфорт» есть. Ну, я не знаю, как аппарат назовём так. Большие они очень. По 10 тысяч. Мы отвезли их. И попали на Потеряевское там торжество у них. Выпускной вечер. 24 мая 17-го года выпускной. Выпускной они 10-й класс. У них сколько? 9 классов, кажется. 9-й класс. И 9-й класс у них выпускной. На 10-й они в городе будут учиться. Я посмотрел. Парень стоит. Один. Их три выпускника-то. Ну, там мало вообще учащихся-то. И стоит Еремея. Барабаш. Еремея. Ну, настолько безукоризненно одетый. Пояс. Застёгнутый. Как он скромница какой. Как себя ведёт. С двух сторон стоят сёстры. Сёстры верующие. У одной до колена. У другой выше колен юбки. У одной, мать, приходит и грудь открытая. А другую, мать, я замещание делал раньше. И что со страхом и трепетом? Кому ты показываешься? Мир это любит. Ну, ты посмотри на старинные фотографии. Вот у меня, я показываю. Священник сидит. Учащаяся директриса. Ну, классы там небольшие ещё. Все платья длинные. Но уже без плотков. Это уже перед самой революцией. Ты посмотри, как одеваются целомудренные мусульмане. Да мы в подмётки им не годимся. Я сделал замещание. Сразу праздник поплыл в другую сторону. Вы в мир их выпускаете. Они любят мир. Они погибнут. Вы их на погибель выпускаете. Почему? Мир видит своё. Это его. Девчонки-то красивые. Хорошие. Не испорченные. Они сразу попадут в этот водоворот. И их не спасти. Они их приготовили на погибель сатане. Так как батюшка там был? Я за батюшку не отвечаю. Я отвечаю за свои слова. Со страхом и трепетом. Там нету ни страха, я говорю, у вас ни трепета. Фотографируется. Я там заснял сколько. Оставить на память. Ни одна мусульманка в школу за 1300 лет не приходила так. Я имею настоящих мусульман. Ни одна. А в царское время. И в царское время этого не было. Без платков были. Платье закрывало ей щиколотку. Практически было до полу. А они их готовят в мир выпускной. Куда? Школа выпускает в мир. А у них божественно. Девчонки стоят. Я у них ничего не увидел. Нет. Она уже стоит где-то отдельно. Та же ногу перегибает, чтобы задница отклящилась. Ее за эту задницу и ухватит сатана. Уже. Она уже вся мирская. Я сколько лет говорю. И когда они погибают, тогда рот разевает широко. Да как так. Да мы молились Богу. Вы молились Богу. Какому? Богу. Есть Бог века сего. Вы для него подготовили товар. Если бы они были целомудренные. Как бы она смотрела. Какой взгляд был. А у нее взгляд то сейчас какой. Посмотри. Вы сейчас слепые разве не видите. Ну внимательно посмотри. Я с одним следователем говорил. Он военный следователь стал верующим. А он показал на этих. Стоят там у баптистов. И говорит. Ты посмотри какой взгляд то у них. Она похотью исходит. Но она людей знает. Это действительно так. И поэтому служить Богу со страхом и трепетом. Это даже старое вспоминается когда. Когда был неверующим. Или там верующим. И какие то там смертные грехи. Нет. Подумал сказал. И он себе простить уже не может. И надеется только на милосердие Божие. Целомудрия. Святость. Ищи в православии. В сектантах ты его не найдешь. Почему? А он отдельную частичку бьет. Вы храм Божий. Ну что. Храм Божий это оголенное место. Это отхожее место. А. По разуму так глупенькие девчонки. Совсем. Памяти ничего нету. Рассказать не могут. Она играет теперь телом. А что тело это открыто. Ну дальше пока еще она не поднимает. Ну дальше ничего нету. Гнилье. Зловоние. Там ничего больше нету. Вот и весь сказ. А ты начни со страхом и трепетом учить. Других то. На тебя будут смотреть как на иностранца. Чужеземца. Чего придумали. А наши родители так не ходили. А вот наши родители ходили целомудренно одеты. Я свою маму без платка ни разу не видела. Она Евангелие в руках не держала. Через меня только получила. Вот какой мой сказ. Вот на это место. Бог производит в нас хотение и действие. Какое хотение и действие. Открыть заднюю часть. Переднюю. Разрезанная юбка. Это ты считаешь. Бог производит в тебе. Хотение и действие по своему благоволению. Там Бога нет. Нет Бога. Я даже у нас смотрю в общине. Приезжает на машине. Гляжу юбка сзади разрезанная. И взрослых я знаю. Хорошая сестра. Но думаю. Как ты с этим богоотступником живешь-то? Это быть. Это не в свином хлеву быть. А где-то среди червей жить. Сколько там подлости. Измену. Насмешки над смятыней. Но она его не оставила. Изменник. Изменял жене. По-крупному. И она с ним живет. А сама в мир тянется. И у меня голова кругом говорит. Голова квадратная делается. Как Гена Яковлев говорил. Вот что я слышу, вижу вот в этих словах. Ни страха, ни трепета нет. А если нет еще, то и совершения нет никакого. Служения никакого нет. Все пока. Переписан 2.14. Все делайте без ропота или сомнения. Сокрования. Дьявол, когда не в состоянии, бывает совершенно отклонить кого-либо от добра. Приводит его и в отчаяние, или в тщеславие. Если же и этого не может сделать, то улучшает ему ропоты, или сомнения, или неверие. Так как человек, если подойдут все решения с постоянным опасностями, то вследствие этого многие из них впадали в ропоты богоспустью. Апостол поэтому и говорит. Все делайте без ропота. Потому что кто ропщик, тот становится неблагодарным и злоречивым. Под сомнением вопросом разумеет полюбание огнести. Например, если бы когда-то лежит исполнить заповедь встали говорить. А будет ли мне награда? Да хорошо ли это? Такого рода сомнительных помещений допускать не должно. Но делать с уверенностью, требуется ли труд или напряжение, не следует допускать полюбание. Вопросы. Вопросы. Иллипийцам 2, 15. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами божьими, непорочными среди стропивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Такое. То есть, безукоризненными и безопятными, потому что ропот подлежит наказанию. Это потому что говорить с черепицами как со свободными. Послушайте далее. Итак. Роптать свойственно рабам и неблагодарным. Потому что какой сын, трудяясь до своего отца и себя? Потому что какой сын, трудясь до своего отца и себя самого ропши? Я знаю, что многие ведут борьбу против вас, вынуждая вас таким образом, к ропоту. Но в то-то и лестное высшее похлова, если кто и возбуждает другими, ничего такого не делает. Вопросы. Вот у меня еще ни разу не приходилось за 55 лет беседой с тегтантами. Когда даешь какое-то толкование, чтобы он перескал, я не считаю там единицы, которые обратились к Богу. Он не слышит, он намертво не слышит, он глухой аспид. Вот он дает толкование Кто всякий, кто призывает имя Господне спасется Я говорю, ничего больше не надо Ну так написано Ну а почему ты не спросишь, а есть ли другие места, которые расширяют этот текст Я ему эти слова говорю и не могу добиться Ну ты хоть спроси Ну есть другие места, зачем другие То есть другие противоречит Значит не сходится, он сразу все теряет, у него ничего нет Ну ты хотя бы спросил, а что-то еще есть Вот заметь, когда пришли, ну языки там с Ахавом идти на войну Все пророки говорят, иди на войну, Ромов Галатский будет наш А нет ли еще кого? Да есть один, да я не люблю, Михей, сын Ивлая Он спросил, ну может быть еще есть какой-то пророк Может быть один и скажет не так Ну так и получилось Да главное ответ-то дает какой И он спрашивает, идти или не идти А он начинает говорить, какая прелюдия, какой тайный совет на небе был И на небе был совет Совершенно не в пользу царя Ахава Речь шла о том, как увлечь его Как погубить его Поверил он? Нет, конечно Сыдеки там один из этих Даже ударил его и говорит Это по какой дороге от меня дух святой отошел? Дух Он говорит, бегать будешь, когда узнаешь И так все сегодня А вы откуда знаете? Ну вот бегать, когда будешь, узнаешь, что такое оставить православную веру Вне православия нету полного объемного толкования Его просто нету А если есть, то он оворован от православных По сегодняшний день сектанты не могут перевести Библию Как старообрядцы Нету, они пользуются синодальным Ну и хорошего А которые переводят Но слово переводить имеет смысл портить Портит, говорит, добро на И все Так что Каждый день благодарит еврея Бога Что Бог создал его не женщиной, а мужчиной Православный должен Каждый день благодарить Спаси Господи, сохрани нас в святой православной вере Не то православие, которое мы видим сегодня там за деньги Крестные ходы, да проще устраивать мощи А то, которое Бог дал толкование Каноны, святость, чистота Полнота Полная, целомудрие Все заложено здесь Вот Я не знаю, кому приходилось Я даже вообще не знаю Столько беседовать с сектантами Непрерывно, с разными И они все похожи друг на друга Скукота смертная Он долдонец сидит Одно место взял, дальше не идет Ну, второе место Как опровергает его Ну, ты посмотри Соедини эти места Они несоединимы, если по-твоему понимать Если понимать, что тысячелетнее царство будет когда-то Тогда это не в последний день Верующих воскрешу Господь, говорит А за тысячу лет Ну, тут-то понимать нечего Нима под кухнилидом не принимает Все Филипийцев Вторая глава Шестнадцатый стиль Нет, пятнадцатый Чтобы вам быть Неукоризненными и чистыми чадами Божьими Непорочными среди строптивого и разнощенного рода Которым вы сияете, как стиль в мире Идем, это в микрофон не выключено Таркование То есть, безукоризненными, безопятненными Потому что ропот подлежит показанию Шестнадцатый стиль, наверное Так, да Крепийцев был шестнадцатый Содержал слово о жизни Похвое моё и кресту Что я не тщетно подвязался И не тщетно трудился Идеи надо Слышите меня Микрофон у вас Включен Почему это какие-то люди Всем благодарю Крепийцев Таркование Как живёт Здесь в окне Как и вы Будучи правыми Среди них правых Старайтесь больше светить Потому что выражение В котором вы сияете Должно иметь значение Повеликий там Да, да Содержа слово о жизни Простите меня В самих себе Семя жизни И в треть Намереваясь так жить И теперь уже имея В себе Опас последний Илья Как светило Светит и оживляет Тера, грея Так и вы Старайтесь быть Животворной Сила для Прочих людей Пусть, говорит Ваша добровольность Будет такова Чтобы не только Вас приводило К жизни Но и Меня Ивело Более славным В пришествии Христова Слава заключается В том Что я Вас Воспитал Такими И что Труд мой Вас Не был Напрасным Вопрос Филипийцам 2.17 Я хотел Вопрос Задать Да Вот Труд Апостола Павла Среди филипийцев Какой был Ну Хотя бы Небольшое Перенесление Там Во-первых В корыском Спрашивает Какой труд Был у них Да Какой труд Апостола Павла Среди филипийцев Я понял Вопрос Понял Филипийцы Они ничем От нас Не отличались Такие же Самые Если Даже У нас Никого Нету Мы хотели Чтоб Тут Люди Трудились И тогда Мы нарисуем Образ И легко Поймем Чем он Занимался Люди Слабое Создание Часто Слушает Кого Не надо Слушать Он Заботился Чтобы Не было Этого Предохранял И Далее Нужно Было Все Время Побуждать Любить Невидимое Видимое Временно А Невидимое Вечно Пасха Постройки Глаза Не встречал Днем Побежали Благословились Помолились Еще С вас Спрашивать Вот Такие Вы Выросли Поэтому Чем Он Там Занимался Строением Я Положил Основание Каждый Смотри Как Строит Он Видит Строить Не так Из Сена А надо Из Золотых Глыб Из Серебряных Из Жемчуга Он Начинает Подсказывать Где Приобретать Как Это Лучше Сделать Ну Как Вот Сегодня Если Над душами Ты Трудишься А Священник Думает Кадилом Отмахал Лишь Бы Кадила В руках Ходила А дальше Запер Амбарным Замком Об этом Патриарх Кирилл Говорит И всю Неделю Никого Нигде Нету Это Огромное Поприще Заросшее Стерновником Как Надо Пропалывать Что-то Выжигать Надо Что-то Корщевать Надо Новый Участок А в нем Уже Укоренилось Это Недоброе Чем Занимался Павел Языческие Племена У него Работы Днем И Ночь Ежедневное Остещение Народа Кто бы Соблазнялся За кого Я не Воспламенялся То есть Он пламенно Начинал Говорить Ежедневные Заботы У него Были Вот Чем Он был Занят С утра До ночи У него Свободного Времени Нисколько Не было Как У Тарафея Только Приму На ослах Приехали Не успел Прилечь На верблюдах Приехали Люди Подвязались А сегодня Ничего Этого Нет Они Не работники Вот Я сейчас Побыл Наши Ребята Там Роман Работает Михаил Работает Володя Но Роман Сам По себе Работает Но У нас На стройке Там Работает Хороший Работник И уже Кое Что Сделали Я говорю Я еще Буду Говорить С Игорем Может быть Добунов Поедет А тогда У вас Еще Быстрее Пойдет Вот Так Переписан Восемнадцать Но Если Я Делываюсь Жертвою За Жертву И служение Веры Вашей То Радуюсь И Сорадуюсь Всем Вам Полкованием Что Говорит Я Не убираю Ибо Смерть Он Называет Принесением Верку Я Соделаюсь Жертвой За Жертву И Снижение Веры Вашей То Есть Соделав Прежде Вас Жертвой Богу Посвятив Вас На Снижение Богу И Соделав Прежде Верующими Но Веду Смерти Я Нисколько Не печалюсь Но Радуюсь И Сорадуюсь Всем Вам Радуюсь Потому Что Делаюсь Жертвой Сорадуюсь Тому Что Приношу Вашу Веру В Христу Как Жертву Вопросы Филипписям 2.18 А всем Солом И Вы Радуйтесь И Зарадуйтесь Мне Потому Что И Вы Сами Принесены Жертву Ибо Принеся Себя В Жертву Я Радуюсь Этому Филипписям Послать Вам Тимофея Дабы Я Узна О Ваших Обстоятельствах Утешился Духом Как Все-таки Последствия Тимофея Он Приписывает Христу Я уверен Говорит Что Он Облегчит То Чтобы Вам С одной Стороны Утешиться Духом Когда Вы Песня О Моих Делах Именно О том Что Благовествовал Что Успешно И что Дела Врагов Разрушены С другой Стороны Чтобы И мне Утешиться Когда Вы О Ваших Делах О Которых Меня Должен Точно Угданить Семасей Вопросы И Сум 2 20 Ибо Я Не 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 Кого Равно Усердного Кто Б Столь Искренне Заботился О Ваш О Я Могу Это Другого Послать Но Никого Равного Усердия Кроме Этого То Заботящегося О Ваших Дерах Подобно Мне Которые Искренне То Отеческий Статус 6 Обратим Внимание Как Он Заботится Когда О Могу Не Было Удобного Времени Крепить Мину Он Посылает Других Чтобы Руководимые Ни в Копое Время Не Придавались Беспечности Вопросы Все Пилеписан 2 21 Потому Что Все Ищут Своего А Не Того Ж Погодно Иисусу Христу Полкование То Ест Ищут Своего Собственного Спокойства И Безопасности Так Как Никто Слободно Не Пожелал Беззять На себя Такое Путешествие Для Лыжа Это И Воскровяет Тимофея И Вместе С тем Нам Послушатели Не Сказ Покое Потому Что Кто Ищет Его Тот Не Ищет Христова Вы Насколько Вы Далеки От Христа Вопросы Речь О Покое Идет Очень Опасные Слова Вот Хорошо Когда Тебя Никто Не Гонит И Братья Хвалят И Сестры Тебя Приветствуют И Проще Ну А Мир Ну А Мир Что И На Работе Я Работаю А Как Знаешь Что Ты Верующий Нет Никто Не Знает А Как У Тебя Крестик А Я К К Майки Пришил С Обратной С С Обратной С Иконы На Иконы Я Шифонер Поставил Закрою И Когда Нужно Помолиться Открою Ну То Есть Как Улова На Эти Башки И Какая Ж Это Вера Но Покоя Лучше Служить Богу Лучше А Ян Затаус Говорит Если Ты Ищешь Покоя То Тебе Даже В Гиене Место Мало Вот И Понимаю Его Почему Ян Затаус Говорит Ты Говорит Не Учишь А Только Ругаешься И Ругаешься Мне Не Раз Это Говорили Но Я Сказал Вы Согласны С Этим Вот То Что Я Сейчас Гляжу Я Сегодня Так В Потеряйке Там Маленько Помолотил Воздух Руками Ну А Почему Вы Сами Ничего Это Не Делаете Вас Помаленьку Бог Тревожит Какой Пьяный Тракторист Напился Там Едет А у Никиты Там Пилили Мы Ветлу И В кучу Так Складывали Бревнышки Эти Большие Сучки То Он Прямо В них На Тракторенке На Маленьком Заехал И Уснул К нему Подошел На Мертвецке Спит И Во сне Что-то Кричит Он Не Видел Ни Дом Ни Дети Там Ни Коров Ничего Не Видел Совершенно Это Корчевские Это Абсолютно Нормально Его Никто Судить Не Будет Ну Ну Работал Ну Выпил Ну Еще Особенного Я Даже Понимаю Как Дальше Его Разбудили Куда Он Опять Впереди Куча Дров Он Прям По Дровам По Этим Даже Не Дрова А Наваленное Бревна И Поехал Ну Думает Слава Богу Уехал Уехал А утром Вот он Как Огурщик Явился Что Ну Трактор Загнал Где-то Там Влагу То Он Застрял Пришел К Игоря Чтобы Вытаскивать О Нем Начали Разузнавать Он Говорит Работник Хороший Работник Безотказный А теперь Он Дома-то Бобенках Командует Над ним Подкаблучник Сто процентный А вот тут Он теперь Расхорохорился И показать То есть Он Внутренне Униженный Человек А тут Его Вот смотри Какой он Панкрат Богатый У него Рыло в пуху И все у него есть И выпить есть За что И вот он Там у них Выворачивает А вы ему Сказали о Христе Да какой о Христе Он даже фамилию Свою забыл Ничего не сказали Так у него Покоя Нету А вы от них Покой ищите Я к этому Подговариваюсь Ищите Не бойтесь И следовать Богу Вот такие Каждый день будут Давить будут вас Здесь Давить У вас Вы же есть Что сами давите Тот Давить Чужие вас будут А ты Богу Доверься Для Бога Куда ты шел О чем говорил Как ты рад Этому дню Который может быть Последним Последним Безвозвратно И навсегда Ищет своего Не того что угодно Иисусу Христу Вот Насколько точно Ищет своего Вот там Свадьба у нас Готовится К Маше Барабаш Парень-то Приехал Хороший Тут ничего не скажешь Я знаю его С детства Вот Ну у нее Это там Ясно дело А там Пригласили Их там Мыть рамы А мне уже Их родственники Заявляют Ну же видите Она должна Готовиться Там Чего ей готовиться Надо На вырос Платье давно Сшитое Как у архиерея Нищество же Вопреки глаголе А давным-давно Все готово уже Ну она пришла Безотказная Помогла Наоборот Хороший след оставит Это если в вере Вот Она не ищет своего Нам конечно Жалко таких людей Оставлять Машенька Она Просто угодная Такая Угодить любому Может Да и Богу Приятно Всегда она Ну Так вот уж Жизнь строится А попробуй Скажи А зачем ты замуж Ты идешь Да нужно ли тебе это Время-то уже Не сегодня Завтра Все вспыхнет Зачем тебе это надо Я уж не говорю О Что ты Там ждали Ждали И вдруг Дождали жениха И то 5 миллионов Женщин Никогда не дождутся Настолько меньше Мужчин в России Это Жириновский Говорит Владимир Вольфович Ну и вот И такое дело Ищет своего А ты для Бога Делай Для Бога Вот мы поехали Даже Я попросил Сергея Павловича Проехать на Рыжковский пруд Как там Не ушла ли вода А что свое Своего ничего здесь нету И показывают Рыбу они наши привезли В флягу за флягой Выливает А то все засняли Молодцы что снимают Рыбу купили Ну рыба дорогая Каждая ребешка Каждая ребешка Каждая 25 рублей Что ли Вот она какая там Вырастет Ну мальки И там потом Рыбачить будут Они растут быстро Я говорю А в другие Это пруды пустили Нет А почему То есть у меня Простые вопросы Чтоб всем хватало Во второй мостик А там другие люди Будут приезжать В другой деревне Ну и пускай Пускай ловят у нас А раз они у нас Будут ловить Где-то мы встретимся Где-то побеседуем А что я для них Покупать буду Ну видишь Немаленько не поняли Мы друг друга Ты с чем-то Привлеки их Этих людей-то Не на голый крючок Чтобы клевали-то Я посылаю вас Говорит как рыбаков По всему миру Господь говорит Ловцами Человеком сделаю А сегодня скажи Так что Вы ловцы Это уже Оскорбительное слово Ты ловец Чужих душ Да Именно так Отвечай Вот что я хотел И сказать Все Все Продолжение следует... Пылесос, что ли, у кого-то там ничего? Для меня тут это... Сум поднялся такой... Что он на улице? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как сын мой, он достойный... Как служитель Божий, тем более... Из этого он рекомендует им Тимофея... Не только ему по честь, сколько делает добро для них... Ибо если они будут внимать ему, как достойнейшему... То его слово, конечно, по пользу и удостоится высшей награды... Филиписом 2.23... Итак, я надеюсь послать его... То же, как скоро узнаю, что... Будет со мной... Поколание... Поувижу, какое из... Будут видеть мои дела... Я тут... То есть немедленно... Пошел... Его... Филиписом 2.24... Я уверен, Господи, что и сам скоро приду к вам... Поколание... Я ведь... Поколай Тимофеев... Совершенно отказываюсь от прихода к вам... Но с тем, чтобы, как уже сказал... В этот поминуток времени... Порвался у наших делах... Обратим внимание, как он... Свои дни расставляет зависимость от Бога... Говоря... Я уверен... В Господи... То есть... Если... Благоволит... Бог... И... Благоволит... Впрочем... Я почувал нужным... Поколам... Епофрадита... Брата... И сотрудника... Испольника... Моего... А вас... Посланника... И служителя... В нужде... Моей... Поколай... Поколай... Посылает... Привет... Поколай... И... Поколай... Поколай... И... Поколай... 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 И... Поколай... И... Поколай... 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 Размокла... Передача... Наша... Поколай... Ну... И все... На этом... Еще... Больше... Все отключаем. Что на следующем занятии? В пятницу? Ну, что вам сказать. Сегодня последнее занятие и последние каникулы до 10 октября. Занятий не будет. Жаль. Каждое лето мы так вот Жаль. Уже. Потому что многие сады оборудовали. Ну, в воскресенье Господу Богу посвятить тоже. Да. А вы задания на лето получите. Вы слышите, нет? Да. Слышно, да? Да. Вы уже видели, как идут занятия, как идут утренние молитвы. И старайтесь за лето создать группу. Каждый. Ну, как теперь дальше по скайпу? Тут с Сергеем переговорите. Там он может написать, как составлять. Берите блаженного фофилакт, вот как мы ведем. Ничего придумать не надо. А это расширять и на современную жизнь смотреть надо. Вот чтобы слово заговорило, было живо и действенно. Ты в каждом событии библейском, должен увидеть свое сегодняшнее. Вот у меня отец, он неграмотный был. Совершенно. С матерью вместе полкласса не кончили. А следующий за мной, у нас десять пять братьев, пять сестер в семье было. И вот следующий брат Аким священник, а следующий за ним Иосиф. И тот любил выпить. И вот он до дома не дошел, а там Фрося жила, и он к ней фекла Лемикушина, он зашел у ней, там выпил. А я к отцу пришел на поле, он говорит, вон она идет инспектор-то. Он как грач. Мова, он не знал, но я как назвал, а Нова там назвал его, говорит. Он говорит, когда его из корабля-то пустил лететь, то он назад не вернулся, а еще он падаль нашел и клюет. А Голубь вернулся. Это оттолкование какое-то, а к Оське. Он падаль эту нашел, там у Фрося, там у феклы-то глотает, а домой к отцу не пришел. Там и ночевал. Понятно, как применить можно. Он слышал от матери, что был Ноев в кощах, сам-то отец неграмотно не считал. А теперь это применил к сыну. Там написано, пустил ворона, у нас ворон нету, а воронов нету, а грач. Он его к грачу применил. И он, говорит, на эту падаль, там на эту на выпивку-то и ушел. Видишь, как у него заговорило слово? А мы столько знаем, и ты знаешь его, в событиях окружающих тебя ты должен увидеть библейские события. Вот смотрите, я спрошу, кто знает по Ветхому Завету по-новому самоубийцы? Назовите имена. Царь, который против царя Давида воевал. Ну кто, называй его. Самуил, по-моему. Не Самуил, что я говорю. Саул, царь Саул. Ну вот Саул. Ну и что Саул? Он сам себя убил? Ох. А за что Давид казнило моряки Тянина одного? Он говорит, что? А я там был, он попросил меня убить, и я отсек ему голову. Это такое не считали? Дальше. Еще каких, знаете, самоубийц? Ну в Новом Завете и Уда. Ну и Уда в Новом Завете, а Ветхом? Я подсказывать буду. Ахитофел, кто такой? О, смотрите. По-моему, это какой-то военачальник. Не военачальник, а советник. Советник был. У Давида перешел к Амону. Видите, какие знания? К Ави Солому, который поднял мятеж против отца. И он давал совет самый правильный. И от него советы принимали как от Бога. Так, еще кто самоубийцы были? А в Мелеха, помните, женщина проломила ему голову. Бросила осколок жерного. И он попросил, добейте меня, чтобы не сказали, что женщина поразила меня. Книга судей. Так я к чему говорю? Припомните, что эти люди в жизни своей делали, самоубийцы. Все в их жизни предшествовало тому, что случилось в конце. Событие, которое дальше совершается, оно не на пустом месте. Перед этим была прелюдия. Вот иногда посмотришь в интернете, это есть авария какая. Авария, говорит, не сразу случается. Перед этим целый ряд событий был, которые все тянули к этой аварии. Почему челленджер взорвался? Почему другое? Это кто-то не докрутил гайку, кто-то забыл там. Ну и прочее разное. Так в нашей жизни теперь применим. Если у нас есть такие же события, похожие очень даже, то значит мы близимся к тому же роковому исходу, что и они. Вот тебя Слово Божие заговорило уже. А не просто я считаю, как сказку какую-то прочитал. Вот бреешь бороду, бреешь, ты сразу придумай. А где были люди, которые брели бороды, наказывали в житиях? Если ничего не знаешь, узнай. У нас к истинному православию книга есть. В интернете найдите ее, на нашем сайте. Бродобритие называется. И что было, когда над людьми насмеялись? Полбороды обрили. А в житиях святых говорится, когда бороды им жгли, что из этого получалось? То есть это целая история о бороде, не так просто. И куда бы ты ни глянул, на деньги посмотрел, дорогу переходишь. Вот мы с детьми идем, я начальник детского лагеря был, чтобы время не тратить, а пошли по ягодам. Я детям задаю вопрос. Библию-то читаем, да? Дорога. Что про дорогу говорится? По-другому как она называется-то? Путь. Вот так. А что такое? Остановились, стеклышко лежит. Написано, чтобы убирали стеклышки. А где написано? Расчищайте дорогу, убирайте камни, приготовьте путь Господу. Вот теперь пошла проповедь. Проповедник не тот, кто заущенная фраза повторяет, а который во всем абсолютно видит проявление Духа Божия. А то сегодня миссионеров. Миссионеров практически нету. Но не Осипов же миссионер-то, не Смирнов. Какой он миссионер-то? Миссионер это работа в Духе Святом. Когда Дух Святой все везде, абсолютно все оживотворяет Духом Святым. Почему, говорит, писали божьи человеки, будучи движим Духом Святым. Движимы. То есть рука двигалась, а они даже может и все и осознавали сначала. Будущее движима. Куда идти? Будущее движима. А от Бога ли это? А по результатам смотреть будешь. Вот сегодня ехать Сергей Павлович согласился. Все, загрузили ему. Все. И даже переднее сиденье, только ему одному сидеть-то. Уже на выезд. Я посмотрел и вдруг остановил. Говорю, да подожди. А если вот эти тарелки-то выкинуть в кастрюле-то, я могу сесть. Да садись. Мы тут же выкинули, опять открыл склады, туда все затащил. Сели и поехали. Все приготовили. Так, когда я зашел там, где у них отмечали выпускников в день, батюшка меня увидел. Так он стоит, а на меня крестится. Это что, откуда ты? Как привидение. То есть я очень трудный на подъем. Но здесь поехал, отвезли. Проверил, что они делают, как готовиться к встрече гостей. Внезапно решение пришло. Даже не думал, не гадал. И Сергей не подбивал. А внезапно глянул, и вся картина предстала. И все исполнилось. И за два часа до занятий успели вернуться. Вот так. Сергей Павлович, что здесь он подтвердит. Вот такой момент. Вы сказали, что нужно во всем видеть, во всем нужно видеть промысл Божий. И схватить то, что происходит в Библии, с тем, что происходит в реальности. Вот такой вот момент. Когда Иисус Христ родился, он родился в вертепе. Вот если сравнить как с рождением самой церкви. Родилась церковь в Иерусалиме, полным жидов. Можно назвать это вертепом? Или вот, например, когда после рождения Иисуса Христу, Богородица и Иерусалиме. В общем, они сбежали в Египет. И в результате было вот это избиение воинцев. Мы видим в начале истории церкви тоже большое количество гонений и много мучеников, которые как бы... Нет, не знаю. Тут трудно, может быть, совмещать это. Может быть, и надуманным. Это святые отцы уже все рассмотрели. Я беру именно из своей жизни. Наша жизнь должна быть проникнута Евангелем. Как Серафим Саровский говорит, мы плыть в Евангелие должны. Плыть в нем. И что бы ни делалось, и вокруг нас ни совершалось, мы соответствующее событие, оно прямо в памяти идет. Я как бы делаюсь участником того самого события. Что делаешь, что делаешь сегодня. А кому это сказано? Кто сказал? Делай скорее. Если скорее делать такое дело надо было, тем более то, которое мы делали. Делали ища не своего. Делали это для людей. Кто сказал, если что делаешь, делай скорее. Иудей из кориотов. Вот. Правильно. Вот так когда... Игнатий Тихонович, пожалуйста, спросите. Почему вы как-то сказали, назвали дворки на сектантом? Я, может, вас не так понял? Правильно поняли. Во-первых, это совершенно чужой, враждебный церкви человек. Может быть, враг номер один. Он перессорил за эти 20 лет всех людей. Перессорил. Сектовед. Такой должности нету. Это все обман. Вы откройте интернет, откройте, посмотрите, какие выступают профессоры, академики за рубежом, которые знают. Как он учился на разлагающую работу в Америке и в Израиле. Приехал-то. Наркоман. Хиппи. В дурдоме сколько он там, где на исследованиях был. У него ничего евангельского нету совершенно. Вот он приехал в Барнаул. Я в Барнауле живу. Ну, сказали, встречается он там со студентами Алтайского государственного университета. Там большой зал. Я там вел занятия. И наши пошли ребята. И вот тут сейчас участвует с нами. Тут у него в виде розыста сидит он. Игорь Дыбунов. Я сказал, вы его пригласите к нам на занятия. А я в это время вел в техническом университете занятия. Уже больше десяти лет. А всего восемнадцать лет. А там двадцать одна тысяча студентов. Пригласите. Он меня не встречал. Не знает. Не считал. Но он мгновенно сразу меня занес. Псевдо православный. Все. Да это духовный уровень. Его что-то выпускает я считал. Ничего божественного нету. Но меня легко ловить. В то время в интернете не было. Но книги-то уже были. Ни одна, ни две книги-то. А только в бумажном варианте 38 томов у меня вышло. Да семь еще в интернетной версии. Он мгновенно. Там были сектанты. Пришли послушать. Сектанты. Пятьдесятники. Там харизматы. Но они видят, что не отвечает ни до ни на вопрос. Они поднялись, пошли. Игорь, Дыбунов ты здесь? Выбыл. Но он говорит. Он кричит. Эй, проверьте их там. Пошли. Не утащили чего-нибудь? В зале, в котором ничего нету. Он все нормальный? Так поступают разве? Люди, которые пришли тебя послушать. И когда ты не отвечаешь, они встали. Медленно уходят. Ничего. И шума не создают. А их там задержите в дверях. Проверьте. Не утащили наши стулья или что-то. Придурок. Стопроцентный. И вот его не патриарх, никто не трогает. Почему? Заговор против православия. Он ни одной души не приобрел. Он не может приобретать. У него ничего нету божественного. Вот он выступает в Новокузнецке, если не ошибаюсь. И записку подает Михаил Михайлович Кальмаев. Он сейчас в Потеряевке. А он с Тимиртау живет. Вот так и так. Александр Леонидович. А что вы скажете о Лапкине? Там слышали? А он уже слышал. Натыкался. И он начинает там галиматью, как говорится, гнать. А он ему встал и говорит, нет, это не так. И он впервые попятился. Ну, тогда не знаю. А не знаешь, зачем ты язык высовываешь? Семя прелюбодейное. И его слушают. Он какие-то курсы ведет, что-то отвечает. Он ничего не знает. Я собирал вот эти все, которые говорят. Нет, и итог подбивал где. Он живет, а сектантов не знает. А вот только выгнать кого-то на мороз. Там кришнаитов с ними воюют. Да кто же себе дал право воевать? Они граждане Российской Федерации. А президент государства не теократическое. Для него одинаковые. Кришнаит, баптист, иудеи, мусульманин, евреи, православные. Все одинаковые должны быть для президента. Это государство мирское. Так. Вот у меня такой момент. То есть, получается, Дворкин, он начинает войну с еретиками вне зависимости от того, что они делают. Я вот недавно читал Иоанна Златоуста, он сказал так. Если сектант не мешает, если он не проповедует, если православных не трогает, то и ты его не трогай. А получается, что Дворкин делает наоборот, да? Я говорить больше о нем не хочу. У меня очень много о нем сказано в роликах. Притом я не сам говорю, а вы зарядите. Слава Богу. Зарядите. И там увидите. Он никакой не верующий. Совершенно. Это засланец из-за рубежа. Разложить все православие. Другой задачи он не имел. О, с ним. Да, да, сбок может образовываться. Такой момент проблемный. Вот недавно был такой архиерейский собор 2 февраля. И на нем подписали про... Не слышно, прерывается. Не слышу еще. Не слышу. Да, я тоже не слышу. Я тоже не слышу. Насколько это опасно вообще для нашей церкви? Что именно? Повторите. Повторите. Потому что мы не слышали. Был какой-то перерыв в словах. Ой, извините. Да. Ну да, да. Еще раз повторю. 2 февраля 2016 года был архиерейский створ. На этом соборе были подписаны проекты критского... Ну, критских створ. И я там в документе «Миссия православной церкви в современном мире» Я увидел там ересю иркоминизм. Там... Ну, в том смысле, что вроде бы, якобы, все люди, вне зависимости от того, кто они, входят в тело критерейский створ. Опять не слышу. Честно, был просто в шоке, насколько это было откровенно. И вот у меня, собственно говоря, вопрос. Это вообще, насколько опасно для нашей церкви? И что с этим делать? Для меня не опасно. Я про себя могу сказать. Он говорил или не говорил? Зачем мне слушать его слова? У меня есть святая Библия, святые отцы и каноны. Я знаю, что они каноны нарушают, не признают. Мне их слова никакой роли не играют на меня. Каждый пусть сам разберется. А тот патриарх ездил в Гаване, встречался с папой, с Франциском, ну и что встречался? Накаша, вы же против патриарха. Никогда против не было ни одного дня. Ну они встречались, они целовались, благословлялись. Ну и что дальше-то? Да давно все уже католиченное. Как крестят-то мокрой ладошкой, бритые стоят. Вы внешне возьмите только. Масонство, как они приветствуют. Патриарх ничего худого в Гаване не сделал. Патриарх Кирилл, ничего плохого? Что-то прерываются все время слова ваши. Ничего не слышно, ни одного слова. Случать, да? Ничего не слышал. Или как на это реагировать надо? И на что реагировать? Пустота. Вы говорили, я говорю вам, если вы меня слышите. Звук прерывается, не слышно. То есть, если на что-то говорят есть, не надо никогда не делать. Пробатывать все это и все. А все вроде-то тоже непонятно. Да говорят тысячи людей, что против. Там никакое дело. Пробатывать. Почему я должен комментировать? Сейчас меня сбросил один десять вопросов. Ну даже, ну я их поставлю. Я скажу, выйди в скайп и тут поговорим. Что буду тебе отвечать-то? Вопросы. И вопросы-то видно, что сумасбродные, которые люди не трудятся для Бога. Я могу все вопросы засчитать здесь, раз он задает. Я знаю, откуда он взял их из книги Рогозина Павла Иосифовича. А, то есть это вообще не должно вас волновать, да? Бред. Бред бредом. Главное, крестное знамение появилось впервые там в 1520 году. А Петр шел и благословлял. Камагридеши уже пишут. Данные какие есть. А что литургия стала только с 17-го, с 15-го века. А Ян Затаус автор литургии. Литургия Якова, первый век. Ну то есть, отвечать-то нечего. Ну то, что блевотина одна. Крошки нету с чистого места. Православный спрашивает про счастилище. У нас сегодня нет счастилища. Он даже этого не знает. А откуда известно, что яблоко? Да никто не говорит, что Адам яблоко ел. Ну кто-то говорит, кто Библию не считал. Такие вопросы задавать может человек, который ничем не занимается. Ну он говорит и говорит. Собака говорит лает, а караван идет. Зачем тебе обращать внимание? Мне каждый день вопросы кидают. И фильмы, там выступления. Прокомментируйте. Еще я буду комментировать. Есть Библия, сравнивай. У меня нет времени. Кстати, вот на сектантскую тему есть вот такой священник Вячеслав Рубский. Он как раз на вот эти все высказывания сектантов он дал ответ. В принципе, в интернете можно даже аудиокнигу найти. Аудиокнигу. Я не понял, кто отвечал? Кто отвечал? Священник Вячеслав Рубский. Я не знаю такого, может я не расслышал. Вот вы сейчас как-то перечислили баптиста, богословий баптиста. Павел Рогозин, да. Да, это из его книги. Но мне трудно поверить, что это Павел Рогозин. Может под его именем подписались? У него хорошие были. Кто же этот о Христе? Загробная жизнь. Существует ли загробная жизнь? Меня судили когда-то. У меня эти произведения стояли в обвинении. Совокупность, совершенство. У баптиста есть несколько таких книг, кроме Рогозина. Которые, кроме «Взгляд на православие». То есть вот этот Вячеслав… Ой, как же я его назвал? Сейчас вспомню. Рубский. Вячеслав Рубский. Не знаю, не слышал даже. Ну, я в ВКонтакте находил его лекции. То есть можно найти. Ну, не нужен мне его сказать. Незачем. В этом Бавел разъяснял все их облуждения. То есть суть такая, что баптисты не знают ничего о православии. Да. Они ничего не знают. То есть вот… Они так в пищу так бягят, то что они там… Вернее будет сказать так. Они знают православие, глядя на нас. То есть искаженное, гиперглупое. Они видят. Рядом живут православные. И они пальцем показывают. Это ваше православное? И они это православие знают, которое мы им показываем наяву. А еще они будут читать книги. Ну, кстати, да. Может быть, вы… Я думаю, вы правы. Вот что можно всегда нам сказать, что… Мы должны не сказать, а показать. Было бы неправильно рассуждать о православии представителям. То есть нужно брать лучших представителей. Вот смотрите. Пример какой. Сидят семинаристы, учатся католики. И как-то вопрос возник о том, что да, святые были. Ну, сейчас-то и нет таких святых. А преподаватель у них, Ксенс, он перегнулся через окно, а там идет Иоанн Шанхайский. И он говорит, подойдите сюда. Вы видите, идет русский? Вот он, живой святой. Как мать Тереза. Вот и все. Все доказательства. По любому вопросу его коснись, и ты увидишь свет, как человек, который все положил на алтарь Божий для того, чтобы спасти ближнего. Что он сделал? Он как ездор вывел народ из плена. Ну что-то вот я еще, знаете, даже не надо, как свой вопрос формулировать. Я за вас довольно-таки давно слышал. И слышал довольно-таки мало хорошего. То есть мнение противоречило. Сейчас вот я даже вот священников послушал, да, которые мы уже на интернете найти там, в сайтах полазил. В принципе, нигде в официальных источниках не говорится о том, что Игнатий Радкин, он является сектантом, скольником. Ну, членом православной церкви является. То есть вот, а вообще, из-за чего вот такая шумиха вокруг вас? А почему? Если бы я ничего не делал, а только возился с голубями с моими, ничего бы никто не говорил, кроме голубятников. Христос сказал, и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Павел говорит, а Христос говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Они мне не могут показать, что я своровал, блудил, напился там или что-то, что-то догматы исказил. Они не могут сказать. Но я не такой. Я не такой, как они. Это все знают. Вы стояли на церковь и не порывали, да? А раз я не такой, как они, они этого терпеть не могут. Это понятно так. То есть они говорят, сегодня это невозможно делать. А я практик, не теоретик. И мне Господь позволил на практике показать, что можно заниматься, можно работать. Можно быть сосудом Духа Божия. Они этого терпеть не могут. Вот и все. Они не могут показать то, что я им могу показать. Они не могут показать. Я могу показать, как один пишет сейчас, доктор богословия Бочков. Как бы Игнатия не судили, говорит, но тысячи людей, пришедшие в православие-то, не через вас враги пришли, а через него. Значит, меня Бог сосудом взял, а не вас. И весь ответ. Еще я буду, мне не надо говорить, мне надо работать, трудиться. Трудиться для Бога. Игорь Михайлович, все это не порвало. Просто из московской патриархии перешли в этот процесс. И этот факт явился тем, что его приносит там, московская патриархия. Вот и все. То есть на ваших службах как случается, да? Когда приезжает владыка из московской патриархии, поминается, когда его не поминается. Объявление из московской патриархии, это, по словам Инатия Тихоновича, это смерть. Она сразу в кровь, заплетят и все. А отношения с владыкой хорошие. То есть такое уникальное состояние. Мне, голову не пыталась смерть, а она тоже не отрицаемая благодатность. То есть там тоже могут рождаться. Она уже в христе. Меня это нисколько не трогает. Говорят они, раз говорят, значит мы не мертвые. А мертвым не говорят. Рыба живая плывет против течения. Я говорю о недостатках, о страшных упущениях, которые в церкви. А они ни о чем не говорят. Лизоблюды. Андрей Кураев это увидел, говорит, Игнатию ему разницы нет там, какие ваши соборы там, сегодняшние. Он говорит то, что Писание говорит. Притом своего не говорит, он целые пласты поднял, которые мы забыли. Андрей Кураев, вот сейчас он там в живом журнале выступил о мощах. Все написал, а в конце написал. Взято от Игнатия Лапкина. А он профессор, а я никто. Я вообще никто. А он у меня приезжал сюда. А Андрей Кураев здесь у меня книги брал. Здесь, вот здесь я не сижу. Повторяю, где я сижу, сюда Андрей Кураев приезжал, брал книги. Я многое нахожу у них там, которые священники. Ну прямо, говорят, слово-слово они берут. Вот сейчас Григория Низского. Говорят о крестных ходах. Находят о мощах. А я эти вопросы будирую полвека уже. Ещё вопрос есть? Собороки молиться, давай. Сергей, можно ещё я тебя один вопрос прошу? Да. Скажи, ты какую книгу читаешь? Утолкование? Ну, Блаженый Северфилак, тут лучше издание. Хорошо. Я просто выберите, посмотрю, Блаженый Северфилак. Их не один. Город. 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 Спасибо. Ага. Там сброшено, в принципе, вот если посмотрите толкование. Здесь прям. Завтра будет Вознесение, так что в последний раз Христос воскрес и всё. Десять дней не будет ни Сарю Небесную, ни Христос воскрес, просто пустое место. Вот как у церкви получилось Так, Серёж, Сергей, можешь тебя попросить? Вот ты, бывает, звонишь мне на утреннюю молитву У меня в это время ещё двенадцать часов в ночь То есть я чаще всего в это время сплю уже Я сплю Ну спите, так встаньте При чём тут двенадцать часов-то? Вы ещё ночной молитвы не имеете? Есть такая газета «Щит и меч» Это Министерство внутренних дел Ну и там вопрос задали этим шахидам Которые подрывают себя Скажите, а к вам могут, бывает, внедрить своего человека? Там евреи, они говорят, нет, ни одного случая пока не было А почему? А потому, у нас только ночью три раза встаём на молитву Три раза Он говорит, если у нас будет Он через полгода будет как мы или с ума сойдёт? Вот какой ответ Когда я был за границей в Америке Там в Лос-Анджелесе Нет, в Сан-Франциско Ко мне подошли там священники Сошли в мисс там Митрополит Антоний был В Сан-Франциске И говорят, таких-то людей вы знаете Они принимают из патриархии Я говорю, я не знаю, брат знает Ну и проверить, как их проверить? Я говорю, в Потеряевку присылайте на три месяца Через три месяца, работая с нами Вставая, молясь, они всё покажут Вот тут есть Роман Фроликов Вот он глядит Он это подскажет Так или нет, Роман? Да, так Вот так Тут был Виталий Калинников Хороший парень Точно так же Всё было узнано И путёвку в руки И до свидания Мы даём характеристику Я начальник детского лагеря 45 лет был И давал характеристику на детей А как? С проглядом на будущее А если может? Да я не сам делаю Пишут воспитатели Я спрашиваю родителей Человек семь А потом компилирую все вместе И ни одной ошибки не было Ни одного сбоя Почему? Моего там ничего нету Я просто объединил то, что уже знали Родители просили на них характеристику Ничего особенного там нет Я говорю У тебя просил кто-нибудь характеристику? Нет Ну вот в этом и разница Вот пример один Вот сейчас у нас Одна вышла зимой замуж Екатерина Глушкова А Да это Ну Катя и Катя Я пришёл А у нас небольшой как пруд сделанный Тракторами сделали И Ну хорошую рыбу ловят И Доска большая лежит Я спрашиваю Что за доска? Откуда он взял? Да это говорит Катя Глушкова принесла На ней плавать хотела Ну ещё она опрокинулась А слышали то все Кто что сделал Ничего никто не сделал Я пошёл в это время У меня доски были выписаны Дюймовки то На два с половиной или три метра длиной И шириной сделал метр на два плот И сто шестьдесят четыре бутылки в мешки И под него И с той стороны ещё доски Сделал борта Вёсла С обратной стороны скамейки где сидеть А мой дядь сидит там С сестры муж И с моим братом И он говорит Вот смотри Чем занимается человек Ну доски потратил Я пришёл Катя Вот тебе плот И ты хозяйка Теперь катай кого хочешь Но только не нарушай правила Ты бы Говорит стал заниматься Сестра говорит Он говорит Никогда Вот в этом у вас разница Ты увидела сидишь А он только услышал Говорит о доске Скорее пошёл Скорее делать А я Она теперь замуж вышла А я спрашиваю Катя ты помнишь Она смеётся Да помню А почему я никто не сделал Такой шикарный подарок На нём три мужика И с велосипедом Переплывали озеро Плот Ну сто шестьдесят четыре бутылки Шесть мешков Подвязанные С той стороны Ну то есть Настоящий плот А почему Вот теперь решай Почему Что бы я не увидел Где бы не услышал Я обязательно там вмешаюсь Мимо не пройду Увидел Вот Едут из деревни Выезжать Прорва Трактора прошли Там Глубина Я не знаю Сантиметров тридцать Не меньше этой Колеи Водой Залитое Не пройти ничего Живут деревенские Что-то сделали Нет Другую дорогу Через кладбище сделали Я говорю Вам туда только и дорога Дальше что Дальше я молиться начинаю Господь посылает мне Так называемых Спонсоров Я теперь нанимаю Бульдозер Бульдозер Дальше Делаю этот вал Разравнивает Насыпь сделал Теперь заказываю Песок Песок обошелся В восемьдесят тысяч Двести сорок тысяч Щебень обошелся Все делаю Ну там Двое наших Блаженных со мной Никита да Володя И теперь ездят Пруд рядом был Ничего кроме комаров Теперь пруд Все сделали И этих прудов Шесть С ребятами сделали Шесть Почему Потому что Восстановление идет Кто смеялся Те приходят И рыбачат Теперь рыбачат Большую рыбу ловят А мне приятно А я не рыбачу Я сделал для тех Которые рядом живут Чтобы им было интересно Красиво Вот и разница Моя сестра И говорит Разница Она мужу говорит Ты бы не стал делать А он стал Что он делает Я никогда не смотрю Что они смеются Ну и смеются А мне это интересно Самому С молодежью я молодой С гостями я гость Все Любящий наш Отец Небесный Мы просим Вести нас с миром И до следующих занятий А за все что здесь было Хвала тебе Да будут благословен Тот дом и люди Которые устроили эти занятия Слава тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Все Все Я задумал Василий Истович Братья Еще вот По поводу того что Сейчас не будет больше читаться Да Предложение есть Тоже уже есть группа Только по воскресеньям Они читают Шесть вечера по Москве Вот